МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей в студии Илья Власенко. Журналисты телеканала МТВ ежедневно рассказывают о жизни города, героя и области, о том, что волнует жителей. Сегодня в Волгограде стартует Кубок России по бильярдному спорту. Турнир посвящен памяти первого вице-президента Волгоградской Федерации бильярдного спорта. В соревновании примут участие около сотни спортсменов, среди которых чемпионы мира и Европы. В областной думе обсудят контроль за строительством домов-долгостроев. Расскажем, какие дома входят в перечень проблемных объектов. В Волгоградском театре «Кукол» готовят спектакль «Маленький принц». А в Младежном театре состоится пресс-показ премьеры «Ричард Третий». О первых эмоциях наши журналисты расскажут уже в ближайших выпусках. А сейчас к другим темам. А в ближайшие полчаса вы увидите, какие вопросы стали ключевыми на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с членами регионального совета по развитию промышленности и представителями отраслевых советов. Расскажем, почему за искусственным интеллектом будущее и за что выпускники выбирают цифровую экономику. В Музее изобразительных искусств имени Машкова открылась выставка «Явление святых и ангелов. Русская икона XIX века». Расскажем о деталях создания и размещения иконостаса. Решение на региональном уровне государственной задачей по оказанию помощи мобилизованы и их семьям. Деятельность областного фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО обеспечения стабильной работы предприятий в условиях частичной мобилизации граждан. Эти вопросы стали ключевыми на сегодняшней встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с членами регионального совета по развитию промышленности и представителями отраслевых советов. Подробнее в нашем материале. В регионе продолжается активная работа по реализации указа президента России о частичной мобилизации. Губернатор лично ознакомился с ходом боевой подготовки и условиями для мобилизованных волгоградцев в учебном центре. В ходе встреч с военнослужащими и их семьями был определен круг вопросов, требующих особого внимания. Уже идет работа по выполнению поставленных мною задач, по улучшению бытового обслуживания военнослужащих и решению ряда других организационных вопросов. Часть вопросов требует решения на федеральном уровне, поэтому мы сформировали свои предложения и работаем с правительством Российской Федерации и Министерством обороны России. Губернатор также принял решение о единовременной региональной выплате, мобилизованном в размере 100 тысяч рублей. Об этой и других мерах шла речь на встрече с представителями их семей. Областная дума сегодня поддержала все предложения главы региона. Для оказания системной поддержки создана межведомственная комиссия. Продолжает работу региональный фонд поддержки военнослужащих и добровольцев. В зону спецоперации направлено оборудование и снаряжение. Работа продолжается в соответствии с запросами бойцов и командования. Андрей Бочаров поблагодарил всех, кто принимает участие в работе фонда. Особое внимание деятельности предприятия, откуда мобилизованы сотрудники. Губернатор подчеркнул, должен быть единый подход. Речь прежде всего о сохранении рабочих мест и действующих пакетах мер поддержки за призванными сотрудниками. Обращаюсь ко всем работодателям Волгоградской области, представителям профессиональных союзов и прошу незамедлительно принять свои внутренние нормативные акты по поддержке семей мобилизованных граждан. Руководителям предприятия необходимо взять работу на личный контроль. Уверен и знаю, что большинство из руководителей предприятий и организаций Волгоградской области уже начали такую работу. Прошу и дальше проводить ее максимально адресно, неформально, искать и обязательно находить возможности помогать людям. Андрей Бочаров особо акцентировал внимание на том, что считает поддержку семей мобилизованных граждан задачей государственной важности. Он подчеркнул, формальное отношение недопустимо, а тем руководителям, которые считают, что к этому вопросу можно отнестись несерьезно, не мешает исполнить долг по защите Отечества с оружием в руках. Обращаясь к руководителям финансово-кредитных учреждений, Андрей Бочаров обозначил возможность безусловной реализации на местах, принятых на федеральном уровне решения о кредитных каникулах. Глава региона попросил проявить максимальное личное участие, подойти индивидуально при рассмотрении каждого случая. Кредитные каникулы предоставляются военнослужащим, мобилизованным. Родственники мобилизованных также могут прийти в отделение Сбербанка и подать заявление о кредитных каникулах. Это можно сделать либо по доверенности, либо иными способами, согласно законодательству Российской Федерации. Кредитные каникулы предоставляются на срок службы плюс 30 дней. Ответственным по данному вопросу определён первый заместитель губернатора Александр Дорждеев. Участники встречи поделились опытом решения вопросов по каждому направлению, внесли свои предложения. Победа без консолидации общества, наверное, невозможна. Здесь важно, чтобы вот эта помощь была не разовая, а была, наверное, всё-таки на постоянной основе. Я хочу просто вот обратиться к предпринимательскому сообществу, чтобы каждый предприниматель понимал, что их маленький вклад поможет отвоевать наше мирное небо. В завершении встречи губернатор ещё раз обратил внимание каждого. Необходимо сделать всё, чтобы жители региона, выполняющие задачи на передовой, были уверены. Семья в порядке. Ей помогают. Ирина Абрамова, Дмитрий Макаров. Время новостей. Познакомиться с самыми разными технологиями искусственного интеллекта и узнать, какие задачи можно решить на практике с их помощью. На базе Центра информационных технологий Волгоградской области для старшеклассников прошёл урок цифры. Двери в мир технологий 21 века в рамках научно-познавательного мероприятия для ребят приоткрыл начальник отдела функционирования ситуационного центра губернатор Волгоградской области Денис Коростелёв. До 16 октября в российских школах проходит урок цифры по использованию искусственного интеллекта в стартапах. На таком уроке в Центре информационных технологий Волгоградской области побывали и выпускники 9-11 классов 96-й школы Держинского района. Одна из задач сотрудников центра – создание многоуровневой системы подготовки кадров для цифровой экономики. Программа уроков помогает школьникам сориентироваться в огромном мире профессий. Закладка интереса и познания должна начинаться со школы, с маленьких детей, которые участвуют в конкурсах, ходят в клубы, которые что-то мастерят, что-то делают. То есть у них с детства появляется интерес к информационным технологиям, к развитию искусственного интеллекта. Впоследствии, конечно же, они выбирают эту профессию и дальше развиваются. Урок цифры помогает привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта, реализовать свои идеи и показать, какие задачи может решать искусственный интеллект, благодаря обработке естественного языка и аналитике больших данных. На уроке ребята познакомились с понятием технологические стартапы, узнали о возможностях использования искусственного интеллекта и о том, какие шаги предстоит пройти предпринимателю, разрабатывая проект, который сможет изменить жизнь многих людей. В наше время информатизацию искусственный интеллект используют во многих сферах жизни, от медицины до искусства. Проект «Урок цифры» доказывает, двигаясь в технике высоких технологий, государство и бизнес в будущем вместе смогут создать отличные продукты, а будущее строят новые кадры. Для школьников, которые сейчас принимают решения в выборе будущей профессии, необходимо понимать, что информатика, информатизация и все науки, которые связаны с информатикой, они очень важны и им пригодится это в будущем. В завершении урока ребята задавали много вопросов о возможных профессиях, связанных с информационными технологиями. Никита Криушич определился, будет поступать на прикладную информатику. Мне нравится данная отрасль, она довольно-таки сама обширная и в принципе можно разгуляться. Вот сам урок был довольно-таки интересный, который показал, ну опять же доказал, что информатика это не только просто кодинг и программа. Жизнь становится проще и даже я когда просыпаюсь или прихожу из школы, просто хочу что-то приготовить, я просто могу сказать, Алиса, ключи тот и все. Урок цифры – ежегодная всероссийская акция. Ее инициаторы – Минпросвещение, Минцифры и цифровая экономика. К настоящему моменту урок «Искусственный интеллект в стартапах» прошли уже более миллиона школьников с 1 по 11 классы, их педагоги и родители из 73 страны за рубежом. Волгоградская область в числе лидеров проекта, в числе тем уже проведенных уроков – безопасность в интернете, искусственный интеллект и машинное обучение, безопасность будущего, большие данные, нейросети и коммуникации, беспилотный транспорт и искусственный интеллект в образовании. Илья Власенко, Глеб Волков. Время новостей. Две разработки волгоградских туркомпаний стали лауреатами Всероссийского конкурса туристских проектов для детей. Имена победителя озвучили на форуме, который проходит в Нижнем Новгороде. Проект «От огорода до бутерброда» туркомпании «Иволга» занял второе место в номинации «Промышленный туризм». Маршрут рассказывает о промышленном и аграрном потенциале Волгоградской области. Юные туристы увидят, как выращивают, перерабатывают и хранят фрукты и овощи. В номинации «Культурно-познавательный туризм» серебряным медалистом стал проект «Волгоград грандиозный». Его подготовили специалисты нескольких туркомпаний города на Волге. Маршрут посвящен истории царицына Сталинграда Волгограда и включает в себя посещение достопримечательностей царицинской эпохи, памятных мест, посвященных Сталинградской битве, знакомства с интересными современными локациями. Из почти 200 заявок от 56 регионов России в финал Всероссийского смотра отобрали всего 37 проектов. В 2021 году по итогам федерального конкурса Волгоград стал первой столицей детского туризма в России. В регионе создан первый в стране детский совет по развитию отрасли. В него вошли юные активисты общественных и образовательных организаций. В апреле текущего года в рамках Всероссийского фестиваля детского туризма «Вместе» встречу с ними провела руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. На четырех площадках участники Всероссийского фестиваля детского туризма испытали себя в интеллектуальной битве «Добро пожаловать в Волгоград». Смогли отыскать золото, попробовали себя в роли конструкторов и проектировщиков. Высадка кустарников в пойме реки Царицы, брутальный борщ в школьных столовых и в каких случаях волгоградцы могут не брать повестки. В эфире краткий обзор самых читаемых публикаций МТВ.онлайн. В Ость-Медведевском казачьем округе создали добровольческий отряд «Ость-Медведица». Его основой стал казачий взвод МОБ-резерва. Среди добровольцев есть и казаки из соседних округов. На счет регионального фонда поддержки СВО поступило уже 386 миллионов рублей. Почти 180 миллионов направлено на закупку первой партии груза по заявкам военных. Это спецодежда, боевая амуниция, техника и предметы быта. В Волгоградской области стартовал стоматологический форум «Волга Дентал Саммит-2022». Участие в нем принимают свыше 500 врачей и студентов из Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя и других российских регионов. В центре внимания актуальные вопросы в сферах хирургической стоматологии. 170 саженцев барбариса жимолости из пиреи украсят склон вдоль улицы Крыловой и парк в пойме реки Царицы. На каком этапе сейчас осенняя высадка зеленых насаждений? Волгоградских школьников будут кормить брутальным борщом, райским омлетом и пастой итальянский сувенир. В школьных столовах стали доступны блюда, разработанные детьми в ходе городского конкурса «Решаем вместе». Волгоградцев приглашают на туристическую поездку по маршруту «Волгоград-Эльтон». Все желающие могут отправиться в путешествие на комфортабельном рельсовом автобусе. Все подробности на mtv.online. А также, сколько в Волгограде готовы платить менеджеру по логистике и в каких случаях волгоградцы могут не брать повестки. Все это и не только читайте на сайте mtv.online. Произведения, выполненные по канонам официального церковного искусства и относящиеся к старообрядческой традиции письма. В Музее изобразительных искусств имени Машкова открылась выставка «Явления святых и ангелов. Русская икона XIX века». Во все времена иконы сопровождали людей на протяжении всей их жизни. Благословляли вступающих в брак, помогали в сражениях или опасных путешествиях. Они были одновременно не только предметами культа, но и произведениями искусства. Тема этой экспозиции идет от идеи высокого классического иконостаса. Это считается типично русским явлением, и он стал распространен в России с конца XIV века. Многоярусный иконостас отделяет алтарь, куда допускаются только священнослужители от основной части храма. Классический высокий иконостас состоит из пяти рядов икон. Верхний ряд – это проотический. Там располагаются изображения ветхозаветных праотцев. И в середине находится образ троицы. Праздничный ряд – это наиболее значимое событие для церков. Далее находится ядро иконостаса – это деисусный ряд. В центре находится изображение Христа Вседержителя. Самый нижний ряд иконостаса – местный ряд. Здесь располагались иконы праздника или святого, которому посвящен этот храм. В пророческом ряду всегда располагается икона Богоматерь Знамения. Здесь мы видим Богоматерь с молитвенно воздетыми руками. В позе оранты на ее груди на фоне круглого щита находится изображение младенца Христа. Она помещается в центре пророческого ряда, поскольку является воплощением того, что было предсказано пророками. Экспозиция в музее Машкова объединяет 20 икон из собрания музея. Не все представлены иконостасные, некоторые из них храмовые или домашние. Посетить выставку «Явление святых и ангелов» – русская икона XIX века – можно будет до 16 января 2023 года. Илья Власенко, Александр Шишин. Время новостей. А далее мы расскажем о народных приметах на сегодняшний день. Здравствуйте! В эфире МТВ «Народный календарь» в студии Максим Черпак. Сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня отмечается память Михаила, святого русской православной церкви, первого митрополита Киевского. На Руси было распространено интересные обычаи. В день Михаила молодые женщины сжигали свои соломенные постели. Кто в печах, кто в овинах. Этому действуя придавали мистическое значение. Якобы такой обряд хранит от недоброго глаза. Но есть иррациональные объяснения. За лето соломенные постели порядком изнашивались, пачкались, а также в них могли завестись вредные насекомые. Поэтому пора было поменять их на новые. Благо, соломы осенью было много. Кстати, к соломе русские люди относились с уважением. Говорили, что она вбирает в себя силу земную и силу солнечную. На Михаила было также принято купать детей на пороге. Считалось, что это защитит их от болезней зимой. Смотрели в этот день на приметы. Если первый снег выпадет на Михаила, значит зима настанет еще не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит зима будет ранней и холодной. В этот день рекомендуется отправляться в лес или на природу. Лучше вообще не покидать жилище, иначе, как говорили, на вас могут напасть злые духи. Также в этот день нужно совершать побольше добрых дел. Также запрещается ссориться, обижаться, конфликтовать, негативно мыслить и оскорблять кого-либо. Яркие сны, приснившиеся в эту ночь, должны сбыться. Также в сновидениях можно увидеть свои привычки, от которых пора избавляться. Ну а сейчас пришло время поздравить наших дорогих именинников. Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина и Семен. От всей души поздравляем вас. На этом у меня все. Желаю хорошего дня. И помните, только на МТВ, несмотря на приметы и прогноз синопсиков, всегда хорошая погода. На этом все к этому часу. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях, делитесь собственным мнением в комментариях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на ru-tube.ru. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Встретимся в эфире уже в 14.00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем от 10 до 13 градусов тепла. Волгограде осадков не предвидится.